Оксана. Здравствуй, Сергей. Меня Оксана Нечапаренко зовут. Мы уже встречались с тобой раньше. Я пренатальный психолог. До войны я была пренатальным психологом, но моя специфика была в том, что я в основном работала с потерями пренатальными. С кризисными такими состояниями, с трудностями на пути материнства, со страхами, со стрессом сильным, острым и с тревогой повышенной. И знаешь, когда началась война, я первые несколько дней в таком ступоре находилась, потому что понятное дело, что сейчас потеряла немного свою актуальность моя профессия. Но потом уже через несколько дней я поняла, что мои профессиональные знания тоже касались кризиса, кризисной ситуации. И они сейчас очень полезны, потому что мы сейчас уже оказались в кризисе. И я опять же сталкиваюсь с паническими атаками, опять же тревогой, опять же страхи и так далее. Поэтому у меня произошло во время войны. Меня спрашивают, я всегда говорю, до войны или во время войны? Потому что до войны я была априантальным психологом, сейчас я стала кризисным психологом. Пришлось очень быстро переквалифицироваться, быстро дополнить свои знания. Но у меня это произошел достаточно такой мягкий переход, потому что, в принципе, я и работала с этой темой. И где-то в течение двух-трех дней происходила моя адаптация. И вот где-то с третьего дня я поняла, что раз я знаю, что делать, значит, я должна помогать другим. И тогда мы с коллегами созвонились и организовали бесплатную помощь для людей. И начали волонтерить. И оказывать бесплатную психологическую поддержку для людей. И, конечно же, от часа наши обращения к нам, они меняются. То есть вот ты очень правильно заметил шок. И вот первые дни, вот с третьего, с четвертый день, это просто было, просто мы даже ночью отвечали на звонки, ночью писали нам люди, потому что это было состояние шока. Это люди не знали, что делать. Люди не готовы были на тот момент еще принять эту реальность. А сейчас уже, конечно, немножко по-другому. Такое краткое представление. Дякую тебе за ответ. Оксана, дозволю задати тебе первое питание. Дети. Как допомогти детям? Как их поддерживать? Как им поясняти про войну? Как с ними быть, если люди эвакуировались, наладить побои? Чи залежат все эти разговоры и взаимодействовать с детьми от века детей? Можливо. От вас, красиво. Очень важный вопрос, который у меня сейчас прям вот болит, честно скажу. Потому что как раз сейчас, вот этот вот последний, наверное, недели две, это какое-то повальное просто количество обращений именно по теме, а как объяснить детям, что происходит, а как их успокоить? И вот поведение ребенка мое такое-такое, вот что делать? Скажу одно, что дети тоже находятся в стрессовой спации. Большому сожалению, не все родители сейчас это понимают, потому что кажется, что детям можно не говорить, с детьми это как-то можно проехать. На самом деле это не так. На самом деле дети все слышат, дети все видят, и дети все чувствуют. Это важно очень понимать. Потому что если мама и папа находятся в напряжении, шушукаются что-то, пытаются не рассказать ребенку, ребенок находится в напряжении, потому что он чувствует, он видит, что что-то происходит, ситуация непонятна. Вот представьте себе, как вот нас сейчас посадить, вот это мы, в принципе, сейчас испытываем, и не давать нам никакую информацию извне, что с нами будет происходить. Будет очень тяжело. Вот то же самое происходит с ребенком, которому мы не говорим о том, что происходит. Поэтому говорить о том, что происходит война, очень важно. Вот прям очень важно. Во-первых, для того, чтобы снять немного напряжения у ребенка, особенно если ребенок постарше. Во-вторых, для безопасности, просто для элементарной безопасности. Вот пример. Мы закрываем ушки, потому что это фейверк. Ребенок бежит смотреть в фейверк окно, бежит. Можно ли смотреть, когда летит бомба или еще что-то? Нет, нельзя, это опасно. То есть ребенку нужно в обязательном порядке, в зависимости от того, какой возраст. Вот на таком уровне мы и рассказываем. Мы опускаемся на уровень ребенка и объясняем это вот так. Что делать, если? Вот просто и объясняем. Что делать, если? Если мы слышим звук какой-то, что что-то летит, мы отходим от окна, мы прячемся. Мы рассказываем, куда прячемся. У каждого это какое-то свое место. Кто-то в убежище, кто-то в комнату какую-то удобную, приспособленную для этого. Что мы делаем, если на улице мы слышим взрывы какие-то, мы ложимся на пол, закрываем голову. То есть вот эти вот вещи мы проговариваем с ребенком обязательно. Даже как, что мы делаем, если, допустим, родителей нету рядом. Допустим, люди, которые переезжают в другую страну, вот они переходят границу. Мало ли какая ситуация может быть. То есть ребенка тоже нужно подготовить к этому. Поэтому в зависимости от возраста мы проговариваем это. То есть понятно, что там восьмилетнему ребенку можно уже сесть поговорить и объяснить, что эта ситуация происходит. То есть четвертому ребенку мы уже на другом уровне рассказываем. Там на четырехлетнему мы уже рассказываем, что если зайчика потерял, не возвращаемся за ним. Только тогда, когда мама с папой разрешит, чтобы ребенок не побежал за своей любимой игрушкой, когда там стреляют и так далее. То есть обязательно. Это не травмирует ребенка так сильно, как сама ситуация. То есть это важно понимать. Нужно расставлять приоритеты. Я очень часто сейчас слышу от родителей, что я боюсь говорить про войну. Я боюсь объяснять, что происходит. У моего ребенка будет травма. Травма будет не от того, что вы расскажете или не расскажете. А как вы это сделаете? Вы можете помочь ребенку пережить это. Нужно быть рядом. И естественно. И самому быть опорой для этого малыша. Вот что самое важное. И вот сейчас очень частые такие вопросы о поведении ребенка. Вот это вот просто. Потому что большому сожалению наши люди, неподготовленные к этим ситуациям, и воспринимают детей как, знаете, ну вот мы как взрослые, вот как мы реагируем, такие дети должны. А дети реагируют по-другому. Поэтому очень часто у детей реакция, она стресс какая. Это работа симпатической системы. Когда работает симпатическая система, нам сложно кушать. У нас проблемы со сном начинаются. Вот это вот у ребенка в первую очередь срабатывает. Сложности со сном, особенно если беженцы, если переехали, там очень часто есть проблемы со сном. И нет аппетита. Или наоборот ребенок очень много спит, ничего не может делать. Потом ребенок реагирует на стресс тем, что ему нужен взрослый, очень много, в большом количестве. И это просто появляются такие хвостики. Хвостики за своими родителями, за мамой в основном. И это про безопасность. И даже взрослые детки так себя начинают вести. Это про безопасность. Для ребенка это очень важно. Родители жалуются. Это важно понимать. Потом детки могут истерить, чаще плакать. Детки могут агрессировать. Очень часто. Потом клоунаду устраивает. То есть неадекватная ситуация. Эта ситуация, допустим, совершенно грустная, а ребенок смеется. И родители это выводят из себя. На самом деле этот смех нужно воспринимать как плач. Крика помощи. Вот это все сигналы, что ребенок находится в стрессе. И самое такое must have просто при любом поведении – я рядом. Я не стыжу, не виню, не бью. Такое бывает, к сожалению. Не говорю, что ты останешься без меня. Или там я уйду, ты останешься. Это вообще ни в коем случае нельзя. Если вот это вот все делать, то мы добиваемся просто обратного эффекта. Стресс продолжается. А наша задача – выдержать. Чтобы у ребенка этот стресс закончился. А для этого стабильный взрослый нужен. Поэтому, да, это важно очень понимать. Звучит досыть, досыть важко. Важко. Я слышал от родителей, от друзей, у которых есть дети, что они говорили, что в условиях войны с детьми набагато важнее, чем с людьми, которые без детей. Да, это потому что они находятся в стрессе. Да, потому что они находятся в стрессе. И сложнее то, что мы находимся в стрессе тоже. Нам легче пережить поведение ребенка тогда, когда мы находимся в состоянии покоя. Когда мы не в ресурсе, когда мы не в состоянии баланса, мы разбалансированы. Естественно, это все очень тяжело переживается. Мы не можем быть стабильными рядом с ребенком. Поэтому, в первую очередь, нужно позаботиться о себе. Это, как правило, в самолете. Мы вначале одеваем кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Потому что пока мы не позаботимся о себе, мы не сможем позаботиться о ребенке. Вот это только так действует. А в условиях войны мы столкнулись с тем, что мы вообще просто видим эти все вещи на его. Вот, пожалуйста. Оксана, от детей давай перейдемо до взрослых. Вот как взрослым справляться со стрессом, с паникой? Вот что скажешь с этого привода? Слушай, ну вот тут, знаешь, очень важно разграничить, что такое стресс, а что такое паника. Потому что стресс – это вообще нормальная реакция человека. Ну, правда, нормальная. На раздражитель какой-то. А паника – это немножко другое все-таки. И вот как справиться со стрессом? Мы сейчас все находимся в острой фазе стресса. И вот у нас очень много сейчас эмоций. И очень важно эти все эмоции проживать, чтобы не застрять где-то на том же этапе злости, на том же этапе вины, который сейчас испытывают люди, которые выехали и так далее. Поэтому, а вот когда мы… Да, и вот, что хотела сказать. Но это уже когда мы находимся в безопасности. Но когда мы находимся в небезопасности, а в Украине у нас все-таки еще пока небезопасно, это опять же состояние стресса. И состояние стресса – это такой скачок кортизола в крови. Это вот адреналин. Адреналин – что нам? Сразу же у нас что? Какая реакция? Бей, беги, замри. Еще такая реакция новую, которую ученые выяснили – это помоги. Поэтому мы начинаем помогать друг другу. Это тоже очень важный момент. И в эти моменты, когда мы стоим перед реальной угрозой, вот она есть у нас, реальная угроза, мы, конечно же, реагируем такой вот лимбической системой своей. А вот когда мы уже находимся в безопасности, вот тут у нас уже стресс немножко другой. Нам нужно вернуться из состояния стресса, включить вот эту свою парасимпатику, потому что вот мы выжили, у нас получилось выжить. Теперь мы немножечко расслабились, немножко возвращаемся в реальность. Для этого нужно вернуться в реальность. И начинаем принимать какие-то решения для того, чтобы продолжить свое выживание. Тут вот тоже стресс переживают очень по-разному сейчас у нас в стране все. Потому что где-то в оккупированной территории, где-то это один стресс. Тут, значит, люди на Западной Украине вроде как спокойно, но тем не менее тоже люди стрессово находятся. Это немножко другой стресс. И тут нужно, конечно, в зависимости от того, где и как реагировать. Люди, которые сейчас выезжали за границу, это уже огромный стресс. Но только опять же немножко другой. Там есть возможность выхода вот этих вот всех чувств. Поэтому очень часто беженцы сталкиваются с тем, что когда они приезжают за границу, накрываясь головой, ну вот просто накрываясь чувствами. То есть люди там неделю-две просто не могут там плакать, раздрая полном, апатии и так далее. Это говорит о том, что вот эта парасимпатика включилась. Все, выживать не нужно. И вот Паша начинает вот это вот накрывать. Это тоже надо как-то прожить. А вот если мы говорим про панику, паника – это немножко другой такой момент. Паника – это когда мы неадекватно реагируем на ситуацию. Вот если нам нужно спасаться, допустим, то стресс, реакция пошла. И у нас все, мы там сейчас не думаем про какие-то великие вещи, мы не можем про них думать. У нас вот бей, беги, замри. И в зависимости от ситуации человек быстренько действует. Вот если мы говорим про панику, то тут часто начинаются такие непонятные какие-то решения, неадекватные ситуации. Там нужно бежать, человек замер и не знает, что делать. Или начинает делать какие-то хаотичные, непонятные движения. Метушиться начинает. Или начинает кричать. А кричать нельзя сейчас, это может быть опасно. То есть вот организм, его психика не реагирует на опасность таким образом, чтобы спасти жизнь. Вот это вот можно говорить про панику. И что нужно делать, когда паника? По возможности, по возможности. Во-первых, чтобы лишних людей не было рядом. Ну хотя бы в какой-то уголок отвезти человека. Вот чтобы не было. Потому что когда есть зрители, может ухудшиться состояние. Хочется сказать, облить водой. Ну да, по возможности там умыть его быстро. Воду на него вылить, как бы стакан воды. Вы видели в фильмах, как набирают воду в рот и на него. Вот во время паники это нужно. Нужно для человека, чтобы он, знаете, как я вот так вот переключила его. Можно взять предмет какой-то в руки и сильно бросить его, чтобы человек переключился на стук. Да, можно наорать. Вот правда, можно вот наорать. Это очень, я даже среди своих клиентов часто такие истории, да, видел, слышала. Когда вот все это только начиналось, и люди в панике там стреляют, садятся в машину и начинается какая-то метушня. Я не поеду, что делать, да, как бы. И вот в этот момент нужно спасать жизнь. Можно наорать резко. И человек такой раз, все, вот в состоянии какое-то входит. Все, и мы начинаем, говорим четко, что делать, говорим короткими прям фразами. Сейчас мы идем туда, делаем то, идешь, все. Сейчас мы будем делать вот это. Главное короткими. Не рассусоливаем, не придумываем что-то, не читаем морали, не объясняем ничего. Человек находится, он не способен думать, он не способен сейчас сохранить свою жизнь. Поэтому короткие, четкие указания, инструкции. А потом после, вот уже когда в безопасности относительной мы находимся, тогда у человека идет такой спад сильный после вот этой вот истерики, паники. И тут, конечно, уже можно там человека обнять, дать выпить воды, продышаться вместе с ним, продышать. Вот. Ну и чаще всего люди после такого состояния спят потом. Ну это уже как повезет. Ну вот как-то, да. Примерно так. Ну вообще про стресс мы сейчас можем говорить много, в зависимости от того, какие ситуации. Вот конкретно о чем-то. Один из факторов стресса, это то, что у нас появился новый субъект, это враг, которого мы ненавидим. И вот вопрос про ненависть, так. Сейчас большинство украинцев для себя открыли колоссальный потенциал ненависти до врага, до россиян. И вот в приводу этого в голове людей точатся дискуссии, это соромно, не соромно, это правильно, неправильно. Что ты с этого приводу можешь сказать? Ну я точно скажу, что я точно не стану давать оценок правильно, неправильно, хорошо или плохо. Сейчас объясню почему. Ненависть – это естественная реакция, злость, да, вот злость – это естественная реакция на нарушение границ. Естественная. В мирное время мы, психологи, очень часто сталкивались с этими эмоциями. И у всех людей в основном вот подавляющее количество есть с этим проблема. Злиться нельзя, злиться плохо. И вот сейчас в мирное время мы опять с этим сталкиваемся. Мы сталкиваемся с подавленной агрессией, мы сталкиваемся с вопросом о хорошо это или плохо. Ну на самом-то деле это естественно. Наши границы нарушили, и мы испытываем злость. Злость зачем нужна? Для того, чтобы защитить. Поэтому это чувство, оно естественное для нас. И умные люди с той стороны, грамотные, это понимают. И как бы не обижаются, и не ненавидят нас в ответ на это. Ну там все-таки тоже есть немного их, но они есть. Вот так же самое, понимаете, когда мы говорим про злость вот у нас в Украине, давайте смотреть с такого ракурса. Значит, если человек с автоматом стоит защищать свою страну, для него сейчас злость нужна. Очень нужна. Ему это важно, потому что он защищает. Эта злость ему поможет в том, чтобы не умереть, в том, чтобы защитить себя, защитить, выполнить свое задание. Если мы находимся, опять же, в эпицентре событий, в зависимости от ситуации, то злость тоже нам нужна для того, чтобы защитить себя. Но когда мы говорим про, а я сейчас с этим сталкиваюсь часто с клиентами, когда человек находится в безопасности уже, и человека уже накрывают вот этими эмоциями, тревогами, страхами и злостью. И так как я уже говорила, что в длительном стрессе, травмирующей ситуации, злость – это нормальный этап проживания вообще любого горя, любого, есть опасность зависнуть. Есть опасность зависнуть в этой ненависти. И вот то, с чем мы сейчас сталкиваемся, я думаю, что вообще этот вопрос вот как раз еще с этой стороны и созрел. Потому что люди мучаются, ну правда, мучаются в этой ненависти, они купаются в этом и зависают там. Почему тут в этом плане, когда вот уже относительная безопасность, почему зависание в этом чувстве злости, оно деструктивно по сути. Потому что злость, она очень энергозатратна. Очень энергозатратна. И получается так, что из злости мы переходим в апатию. Если мы продолжаем весну из злости, мы опять возвращаемся из злости. И, кстати, вот мы по такому клубу идем. Апатия, злость, апатия, злость. Все. А где действие? Ведь мы же можем эту злость как-то на действие перейти. в действие, правда? Мы можем как-то что-то делать вместо этого. То есть конструктивно. Ну, в лучшем случае, скажем так, кто-то может автомат взять, пойти и защищать. Это тоже конструктив в данном случае. Вообще нет в данном случае. Кто-то волонтером идет помогать другим. Но мы что-то делаем с этой злостью. Ну, вот как-то, да. Вот зависать нет. Вот в этом плане это неконструктивно. Если ты находишься в безопасности, если ты зависаешь в этих чувствах ненависти, ну, тут вообще стоит, да, поговорить, подумать о том, что, может, у человека вообще эта злость, она проблематична. Выход ее был и раньше, а сейчас, возможно, просто ух, есть на кого, есть возможность. Вот. Ну, вот как бы вот выход такой. Ну, вообще, это естественный этап проживания, горе. Поэтому я бы не описывала это как плохо или хорошо. Это естественно. Это нормальная, адекватная реакция человека злиться и ненавидеть сейчас. Вот. И, конечно, меня часто спрашивают о том, ну, а как делать вот на бытомом уровне? Ну, я думаю, когда началась война, многие об этом говорили. Материться, допустим, это выход агрессии. Правда. Да, есть техники некоторые, которые помогают справиться с этим. Физические упражнения помогают с этим справиться. Вот прям даже вот если нет возможности заниматься, становишься и просто начинаешь прыгать. Потому что, ну, все чувства, это гормоны, они идут в тело, и вот это начинается адреналин, сердце дукая, да, ты берешь этот телефон, смотришь на, как русский какой-то, пишет какую-то гадость про нас, и как бы все начинается по новой, да. Физически мы помогаем себе, дышим, пьем воду в больших количествах. Ну, то есть вот такие вот простые бытовые как бы вещи. Да, и понимаем, что мы злимся сейчас там не на мужа, который не так в чашку попал, или не поставил, не на ребенка, который сейчас там внимание наше просит, а мы злимся конкретно, вот на врага, на ситуацию, которая возникла. Это важно очень осознавать, тогда мы можем с этим что-то делать. Оксана, на останок хотела еще поговорить про майбутнє, а такие нас наследки чекают в майбутньому, нашу психику. Что такое посттравматичный синдром, чей вина уйти? Да, это же потайно. Да, никакие наследки. Прям, знаешь, вот тяжело морально даже отвечать на этот вопрос, потому что, ну, будем откровенны, мы столкнулись с очень травмирующей ситуацией, в которой все оказались, но наследки будут у всех ризни. Потому что вот посттравматический стресс, о котором сейчас очень много говорят, это правильно то, что об этом говорят, правда, да. Он, правда, будет не у всех, у многих. Правда, у многих, но не у всех. Потому что все-таки давайте будем откровенны, что наша психика так придумана, да, природой, что она готова, умеет справляться со стрессовыми ситуациями. Но у каждого все-таки есть какие-то свои особенности, да, у кого-то и психика там крепче, у кого-то менее, менее крепко. У каждого есть еще опыт, да, детский, да, как любят, говорят психологи, всегда отправляют в детство. Вот, правда. Какая-то реакция на стресс у каждого человека. И, конечно, это будет зависеть и от вот этих факторов. Ну, и, конечно, это будет зависеть от тех факторов, которые вообще человек оказался. То есть, ну, если мы говорим про детское изнасилование, то это посттравматика 100%. Ну, тут даже вариантов нет, никаких. Потому что, что такое посттравматика? Это такая, ну, я попытаюсь на бытовом уровне, да, как бы это объяснить. Когда происходит какая-то травмирующая ситуация, человек попадает в нее, он, его психика может не переварить эту травмирующую ситуацию. Это, вы знаете, так как мы не привыкли там есть какие-то продукты, когда уезжаем в какую-то другую страну, да, там, в отпуск. И наш желудок как-то не справляется, тяжело ему после какой-то пищи. Вот это примерно то же самое. Вот это стресс для желудка, а это вот стресс для нашей психики. Есть какая-то ситуация, с которой мы не способны просто справиться. Потому что я, когда возвращаюсь, говорила про детей, говорила, что самое главное, я рядом, я тут. Потому что ребенок, он еще не способен с многими стрессовыми ситуациями для его возраста столкнуться, да. Ну, точно не с изнасилованием и точно не с, там, как он видит, там, смерть, да, как его там мать убивают или еще что-то в этом роде. То есть это не способна просто психика это переводить. И что тогда происходит? Тогда вот человек словно зависает в этих переживаниях, вот как заезженная пластинка, да. И что такое ПТСР? Самый такой яркий момент, на который он указывает, это такие флешбеки и страшные сны. Это вот момент, на который указывают, что это 100% ПТСР, да. Но, опять же, не стоит путать, сейчас очень многие жалуются на то, что там вздрагивают от какого-то звука, да, сильного резкого, там, это еще не посттравматика. Мы говорим про посттравматический стресс где-то через месяц, минимум через месяц после травматического события. То есть до этого это не посттравматика. Поэтому, конечно, мы столкнемся с этим, и это еще может не развиваться там первые полгода после травмы, может не развиваться, а потом может вылезти. Но это, конечно, человек может избегать места определенных, где случилась эта стрессовая ситуация. Человек может неадекватно реагировать на какую-то ситуацию. Ну, к примеру, девушка после изнасилования может просто потом избегать каких-то интимных отношений с мужчиной или даже просто там вздрагивать, когда просто там подходят за плечо, уберут, если это оказалось таким каким-то спусковым механизмом. То есть вот как-то реагировать на это. Ситуации какие-то определенные, в которых эта травматическая ситуация оказалась. Вот, поэтому, конечно, прибавится работа после всего случившегося. И как себя от этой посттравматики можно как бы уберечь, если это так можно сказать, да. Это опять же вот то, с чем мы сейчас столкнулись, это травмирующее для нас. И очень важно это проживать, не прятать это. Я очень часто сейчас сталкиваюсь с тем, что приходят люди с какими-то паническими расстройствами сейчас, с тиками нервными, с отсутствием сна, аппетита и так далее. И там очень... И когда начинаешь разбираться, проблема всегда в одном. Это определенная реакция на стресс. Я сильный, я зажимаюсь вот так вот, я никак не реагирую на происходящее, не проговариваю это, не плачу, тоже очень частая такая ситуация. А потом... Ну а куда это уходит? Ну, тело. То есть тело помнит все. Вот потом начинается от этого напряжения, когда симпатическая система включена. Вот чтобы так вот объяснить, метафорично попробую объяснить. Это вот как ты садишься за руль машины, давишь на газ постоянно. И все. Вот просто давишь на газ постоянно. Вот примерно то же самое мы делаем, когда попадаем в стресс. То есть мы вот так вот сжимаемся и все. То есть это хорошо. Нас мобилизует, когда нам нужно жизнь спасти. Вот оно уже было. Но когда мы вышли уже в безопасность, то есть тут очень важно давать вот эту вот разрядку. И, конечно, и проговаривать, размещать вот эту травмирующую ситуацию как-то в нашем... Как правильно сказать? Нашей линии жизни. Ну и в принципе в чем заключается суть потом работы психолога. уже с результатом. Потому что люди, которые, что их очень хорошо отличает... Вот знаете, сейчас очень часто, когда мы вспоминаем Вторую мировую, и с наших дедушек, бабушек, говорят, вот бабушка, дед там не любил говорить о войне или не говорил вообще, избегал. Это посттравматика. Один из маркеров посттравматики как раз говорит о том, что человек не хочет об этом говорить. Он избегает возвращение туда. Потому что для него это настолько болезненно, настолько это... Вот он не вписал это в свою историю жизни. Поэтому, конечно, пока есть такая вот у нас возможность после травмирующего события очень важна это проговорить, прожить, проплакать, да, и для того, чтобы идти дальше. И со злостью тоже, да, и с печалью. Много чувств в этом сомнении. Это очень важно проживать, чтобы потом нас не заклинило в запад. Потому что все равно, что мы же не можем постоянно ехать, нажимая на газ. Это невозможно. Просто... Ну, хочу добавить, что мы все... Сейчас еще рано говорить о каких-то результатах, да, с чем мы столкнемся. Потому что у нас стресс, такая травмирующая ситуация, она длительная. Мы с нее еще пока не вышли. Даже те люди, которые в безопасности находятся, не вышли. Мы сейчас находимся в этих национальных качелях. Мы движемся из вот этой мобилизации, да, когда я все делаю для того, чтобы выжить, да, и апатии. когда нету сил, да, когда вот эта неопределенность, когда тяжело. Но надо это принять и научиться в этом балансировать, научиться давать себе, переключать себя. Пока так, потому что не разрешена остаться. Не можем закрыть глаза. Это так, как в детстве. Так. И нету, да, никого. Остаться же есть. Поэтому так. Ну, если я и так, может быть, ты задашь какие-то еще вопросы, насколько я правильно так объяснила, чтобы понять. дякую тебе за ответы, за твои знания, за твой життевый шлях, что ты обрала профессию допомогать людям. Это вот сам в такие моменты достаточно проявляются. такие люди, как ты говоришь, четвертый, бей, 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 замри, або допоможи. Это как раз допомога другим, это и допомога себе, потому что допомогая другим, мы справляемся легче и самим со стрессом. И я так думаю, это последние знания в этой сфере тоже про это говорят. Поэтому, в принципе, можешь на останок что-то додать, або можем закинчивать. Если бы у тебя, возможно, осталась информация, которую хотела озвучить, так? Да, я по поводу помощи, ты очень правильно заметил, что вот эта поддержка, которую мы можем оказать другим людям, это тоже очень важный такой момент, на который стоит обращать внимание, как я могу помочь во время стресса. И с чувством вины еще, которая сейчас тоже повсеместно у людей просто в огромном количестве, если я ощущаюсь, что я нахожусь в лучших условиях, чем другой человек, вот это чувство вины накрывает. И вот это чувство вины очень хорошо прорабатывать как раз действиями, помогая другим и обращать на это внимание. Мало того, что это хорошо помогает с чувством вины бороться, так это еще и помогает с этим чувством бессилия, в которой тоже сейчас очень часто люди сталкиваются, потому что чувствуют себя бессильными, потому что если мы посмотрим на то, что происходит вокруг, действительно, чувствуешь себя маленьким человеком, который не способен остановить войну. Я всегда такой пример привожу, что можешь остановить дождь? Пособен? Не я, не ты, но ты можешь открыть зонтик. правда? Вот то же самое и тут, вот есть что-то, где ты действительно бессилен, а есть что-то, что в твоих силах. И вот как раз, когда мы помогаем другим, мы тут очень четко явно видим, а что в моих силах. И это действительно помогает. Даже просто поддержка, человеку сложно быть волонтером, но даже просто помочь своему ближнему, или просто своему ребенку, или даже себе. Это уже невероятная сила, потому что сейчас вот такая ситуация. Всегда есть то, где мы бессильны, но там же есть что-то, что находится в наших руках. Всегда важно себя возвращать, напоминать именно это. А это в наших руках. Поэтому мы делаем то, что в наших руках. Дуже гарни думки. Дякую. Тебе спасибо. Будем прощаться и завершивать. Слава Украине! Героям слава! Спасибо. До